Жалкий, глупый человек Ты всего лишь механизм Для твоей смазки нужна кровь, лимфа, другие соки Выпусти их из тебя и ты остановишься Глупые люди, глупое человечество Вы все всего лишь машины И отключить вас можно нажатием одной кнопки Чик, и вы все застыли, замерли, испарились Это Танатос SCP-882, машина Объект номер SCP-882 Класс объекта Евклид Особые условия содержания SCP-882 следует постоянно содержать в жидкой среде Не менее чем на 40% состоящей из морской воды Объект должен быть подвешен на неметаллических тросах Ныне используемые хлопковые веревки следует ежедневно заменять новыми Также объект следует ежедневно проверять на предмет отслаивания ржавчины Если обнаружится, что какая-либо часть SCP-882 не покрыта ржавчиной Она должна быть немедленно погружена в стопроцентный раствор морской воды Воду следует брать непосредственно из океана Концентрацию уменьшить только тогда, когда объект снова покроется ржавчиной В зоне содержания не должно быть ничего металлического Разрешены только органические материалы Но при любом контакте с SCP-882 следует надевать толстые хлопковые перчатки Любой металлический объект, вступивший в контакт с SCP-882 Должен быть подвергнут воздействию высоких температур Расплавлен и погружен в стопроцентную морскую воду Отдельно от SCP-882 О любых нарушениях слуха у персонала следует немедленно сообщить А пострадавшие сотрудники должны пройти полное психологическое обследование И в зависимости от результатов должны быть переведены в другой комплекс Или заключены в... Главные удалены Описание SCP-882 выглядит как беспорядочное нагромождение шестеренок, тросов, шкивов, винтов и ремней Сделанных из сплава различных металлов Размеры объекта во время извлечения приближались к 87 кубическим метрам Размеры на данный момент приблизительно 12 кубических метров SCP-882 быстро ржавеет в морской воде Не было обнаружено никаких опознаваемых источников энергии Но все детали приходят в движение, когда не покрыты ржавчины SCP-882 абсолютно беззвучен, вне зависимости от уровня активности Любой металлический предмет, коснувшийся SCP-882, намертво прикрепляется к нему И через несколько дней становится новой частью объекта На органическую материю это не распространяется SCP-882 очень упругий, прочный на разрыв Ударная вязкость выше, чем у титанового сплава, использующегося в авиастроении Несмотря на то, что материал представляет собой произвольный сплав железа, олова, золота И нескольких других металлов, некоторые из которых до сих пор не идентифицированы Сильное направленное накаливание в течение нескольких часов Отделяет только маленькую часть от основного массива У людей, пребывающих в непосредственной близости от объекта В течение длительного периода времени развиваются слуховые галлюцинации Чаще всего они слышат скрежет и треск вблизи объекта Звуки усиливаются и ослабевают, только если бросить в объект что-нибудь металлическое Люди на поздних стадиях психоза бросались в объект сами И почти мгновенно умирали, будучи раздавленными Тело чаще всего затягивает в объект, и его невозможно достать SCP-882 был найден в районе северо-восточного берега острова Банкс На участке радиусом в одну милю не было металлов и металлической руды SCP-882 находился в центре этого участка На момент открытия SCP-882 был погружен в морскую воду Неподалеку находился маленький городок, оставленный жителями несколько лет назад SCP-882 был изъят, и вскоре с него начала осыпаться ржавчина Это привело к тому, что некоторые части начали двигаться После нескольких несчастных случаев SCP-882 был уменьшен и перевезен в нынешнюю зону содержания Замечание SCP-882 не должен находиться вблизи SCP-271 Или другого субъекта, который может быть заражен SCP-271 Приложение Пожалуйста, ознакомьтесь с интервью 882-1 Для получения дальнейшей информации Интервью 882-1 Опрашиваемый Ричард Райт Опрашивающий доктор Гирс Предисловие Ричард Райт опознан как выживший из небольшого населенного пункта Рядом с начальным местоположением SCP-882 Начало аудиопротокола 1304 Присаживайтесь Меня зовут доктор Гирс Назовите ваше имя для записи, пожалуйста Ричард, Логан Райт Хотя меня все зовут Рич Отлично, спасибо Мистер Райт, вы можете вспомнить, когда впервые увидели рассматриваемый нами объект? Боже Когда это было? Я не совсем уверен, это было давно Первым его нашел Аллан, он разбил об него лодку Он рассказал об этом другим парням и сказал, что эту штуку можно продать как кучу лома Мы все решили, что это были обломки реактивного самолета или грузового судна Когда устройство пришло в движение На следующий день Чертова штука отряхнула ржавчину, как блохастая собака Медленно начала вращаться, а потом ускорилась К тому времени, как я увидел ее, она уже вовсю работала Джимми попытался подойти поближе и посмотреть, от какого источника она работает И почему так тихо Но подскользнулся, сильно рассек бровь и ушел оттуда к чертовой матери Аллан был вроде как не в себе Он спрашивал, не слышим ли мы чего Миссис Паркер подумала, что некоторые части механизма сделаны из золота Даже попыталась подцепить его куском трубы Труба прилипла и хорошенько ее хлопнуло Когда шестеренка, к которой прилипла труба, повернулась После этого люди в основном держались подальше Были ли другие случаи, когда люди были ранены или слышали шум? Сначала нет Эта штука была чертовски тихой Так что все вроде бы даже забыли о ней на время Аллан держал ее в старой кладовой на пристани Туда никто особо не ходил Он начал плохо выглядеть Говорил, что не может спать из-за скрежета этой штуки Отец Пат пытался поговорить с ним Сказать, чтобы он избавился от нее Он пропал на пару дней А потом они вдруг появились вместе Рады, радешеньки Мистер Райт Я в порядке, извините Вот, отец Пат и старый Аллан объявились бодрые и радостные Сказали, что поняли, что это за штука Я не обратил на это внимание Меня в тебя эта история пугала Из кладовой слышался шум Скрежет и виск, правда, тихий Во всяком случае, они говорили всякое о том, что она родом откуда-то Еще, что ее сделал Бог С меня было довольно, и я ушел Вы поверили им? В то, что... В то, что она от Бога? Нет, нет, я не знаю Я, правда, не знал, что и думать Эта проклятая машина продолжала работать без источника энергии И пожирать металл Тот багор, который туда воткнула миссис Паркер Он превратился в огромный крепежный винт Который выглядел так, как будто он всегда был там Люди начали интересоваться, слушать Аллана и отца Пата Они говорили, чтобы все приносили туда металлические вещи Говорили, что шестеренки — это голос Бога, который становится громче, если мы отворачиваемся от него И мягче, если мы приносим ему пожертвования Вы тоже приносили туда металл? Или находились рядом с объектом в течение длительного промежутка времени? Черт возьми, это что, важно? Эти звуки были слышны по всему поселку Люди даже спать не могли Лязганец, крежет, виск, и так всю ночь Если ей давали металл, она затихала Черт бы я побрал, я не хотел Я знал, что это не Бог Я никогда не говорил этого Все остальные из кожи вон лезли, чтобы угодить Аллану и отцу Пату А я просто хотел немного поспать, черт возьми В этом нет ничего плохого Сэр, я попросил бы вас успокоиться Я спрашиваю, а не обвиняю Пожалуйста, сядьте Простите, через пару недель мы все скормили этой штуке А мы ведь почти оторваны от цивилизации Вы ведь знаете, у нас больше ничего не было Вы просто пару раз идете в кладовую и бросаете туда любой металлический предмет Который удалось найти Кажется, там всегда был кто-нибудь, просто наблюдал за этой штукой Она пробила дыру в крыше через какое-то время Отец Пат стал странным Начал говорить нам, что пожертвований недостаточно Я думаю, его донимал шум Он говорил, что нужно что-то более значительное Мистер Райт Мистер Райт Мистер Райт, отвечайте, пожалуйста Однажды ночью я пришел в кладовую Потому что услышал возгласы, доносившиеся оттуда Отец Пат молился этой штуке Но это не было похоже ни на одну молитву Что я знаю Люди подходили, а он наклонялся над ними Потом они кричали, а он оборачивался к этой большой куче металла Я... Я думал, он причащает их Пока не увидел в его руках клещи Прошу прощения, клещи Он вытаскивал у людей пломбы Он вырывал у них зубы, черт возьми Искармливал их этой штуке Он начал кричать, что этого мало Что нужно больше пожертвований Но больше ничего не было Нигде не осталось ни грамма металла Потом он указал на Аллана Сказал, что тот прячет металл от великой машины Аллан закричал, что у него ничего нет Отец Пат сказал, что у него искусственный бедренный сустав Все сразу поднялись Господи, Господи, они схватили его все сразу Он начал кричать Он кричал и кричал И всем было все равно Я видел его руку в этой машине Видел, как пальцы сломались и затащили внутрь всю руку И я убежал Что я мог сделать? Господи, Иисусе, я не мог их остановить Их было слишком много Машина лежала и лежала Он кричал А отец Пат... Интервью окончено Благодарю вас, мистер Райт Охрана, вы видите мистера Райта Конец протокола Заключение Мистер Райт пытался покончить с собой вскоре после интервью Ныне он находится под наблюдением Субтитры сделал DimaTorzok